Лего Итак, у нас тут Mi Robot Builder Конструктор из почти тысячи деталей Такой вот робот Я его уже собрал Он около 30 сантиметров в высоту На коробке много чего интересного написано 10 часов автономной работы Программирование Без кода То есть за счет графического интерфейса Ну и всякие еще другие штуки Сзади написано, что к этому делу Приложила руку Компания Xiaomi не безызвестная, наверное, вам Они делают качественную Всякую электронику, смартфоны Пауэрбанки Зарядные устройства Очень много чего делают И в принципе делают качественно Поэтому есть надежда, что перед нами хороший продукт Ну и в общем забегая вперед Хочу сказать, что да, мы конструктивно Соместим с Лего Там будут пару нюансов, о которых я скажу Ну в общем действительно Детали очень хорошего качества И никаких проблем С соединением с Лего тут у вас не будет На вид упаковка очень приятная Вмятый уголок, это я сам его уже замял Пока таскал ее Она была запаяна в пленку Но мне не терпелось открыть Поэтому пленку я снял немного раньше Давайте посмотрим Открывается она вверх И здесь мы видим электронные части Это контроллер и два мотора Дальше можно все это дело снять Еще снять И в нижней части мы видим пакеты с деталями Покрышки Зарядное устройство для контроллера И конечно инструкция Инструкция имеет толстую подложку Это радует, она запаяна И она не сгибается, не помнется при транспортировке И это круто, это то, что было в Лего И почему-то сейчас этого нет А здесь это радует Кроме того Кроме того, если мы вот это дело все вынем Здесь нам специально дают отсек Куда можно будет высыпать детали Чтобы удобнее было собирать Чтобы ничего не раскатывалось, не укатывалось И было на виду под рукой Это тоже очень удобно и прикольно Упаковка, мне кажется, вообще высочайшего качества Я бы сказал, гораздо лучше, чем в Лего Удобней Там уже с 90-х годов нет ничего такого И защита инструкции тоже, к сожалению, утрачена А этот набор имеет очень приятную упаковку Это очень круто Ну и сразу, коли уж тут у нас Незапакованные покрышки Они далеко не такие, как в Лебене Это, мне кажется, такие же, как в Лего Материалы, ну так, на ощупь, на первый взгляд Не совсем резина, конечно Не как в Урце моделях Но и не совсем дубовая пластмасса, как в Лебене Примерно, я бы сказал, как в Лего После того, как я записал первые дубли Я подумал, что, может быть, я и зря так прям в Лего захейтил Ведь это сравнивать надо не с техником Упаковку этого набора А скорее с Майнстормом С Майнстормс, с Эдьюкейшн Там есть тоже такие лотки для деталей Вот в Майнстормсе не знаю, как он упакован У меня его нет, я не видел Может быть, там тоже всё круто Но, конечно, по сравнению с техникой Упаковка выглядит куда презентабельней Помимо инструкции нам дают мануал Такая вот бумажка В ней написано всё про этот набор Количество деталей, массу, размеры, материалы Возраст, название, ёмкость аккумулятора Что входит в состав Тут даже, кстати, интересно Написано, что вот тут 4 порта у контроллера И его можно через любой из них заряжать У зарядного устройства, правда, нет переходника на нашу розетку Его надо будет как-то отдельно где-то купить Ну, у меня есть от какой-то зарядки купленная на Алиэкспресс Но в комплекте его нет Это, конечно, жаль Что здесь у нас ещё есть? Как включить робота Как установить приложение на смартфон для управления Решение всяких проблем Меры безопасности Всё про при какой температуре можно использовать Как заряжать В общем И всё на английском Это хорошо По крайней мере, всё понятно Не иероглифы Ну что, вот инструкция Имеет плотную обложку Делаем качественные технологии, доступными каждому О, весёлые картинки Техника безопасности Не наматывать волосы Для удобства сборки Поделить по цветам и размерам Да, грызть тоже не рекомендуют Ой, поджигать нельзя И бросаться им тоже нежелательно Ну ладно О, help Подробное описание Что есть, что в инструкции Количество деталей Длина По самой инструкции, естественно, после сборки подробно скажу Можно сказать уже сразу, что бумага довольно тонкая Просвечивают шаги Будет ли это мешать? Посмотрим Ну так, на первый взгляд, всё довольно качественно Здесь, в этой книжке, инструкция Только для основной модели Для робота А в конце Тут, как обычно, идёт список деталей Написано, как его включить И написано, что через приложение Мы можем ещё скачать инструкцию для динозавра И More instructions Coming soon То есть они будут добавлять ещё какие-то инструкции Я видел где-то самолёт По-моему, из этого же набора собирается Ну, наверное, они уже добавили Я пока ещё приложение не ставил У меня вообще с ним будут какие-то проблемы Видимо, у меня же Windows Хе-хе Ну, я найду телефон с Android И попробую тоже всё это показать Ну вот, я открыл детали Готов поделиться первыми впечатлениями При открывании пакетов чувствуется запах пластмассы Может быть, он со временем выветрится Пока трудно сказать Цвета явно отличаются Так, наверное, будет не видно Ну, на фотографии я покажу Синий немного темнее, чем Lego Красный он больше в сторону оранжевого А белый он вот вроде такой же Но пока не возьмёшь деталь Lego Леговская деталь, она далеко не белая По сравнению с деталями из этого конструктора И это забавно Выглядит прикольно Вот этот яркий белый Мне нравится больше Давайте сначала про электрику Несколько слов скажу Контроллер Максимального размера Такого же, как батарейный блок 11 Высота 5 И ширина 9 Мотор Мотор у нас длиной Получается 14 14 Шириной Вот здесь От 3 до 5 Ну и высотой, соответственно, тоже 5 Длина провода почти 30 см Примерно 28 см Не считая разъёма На самом деле у меня нет майн-сторонса Поэтому я не знаю, майн-сторонса такого же размера или нет Но по форме вообще он напоминает моторы от майн-сторонс Сначала я планировал так же подробно, как по обзоре Лепина Рассказать про детали Какие хорошие, какие плохие Но когда я по ближнему всё это посмотрел Я передумал Потому что я не видел никаких больших проблем И детали этого конструктора Хорошо все друг с другом соединяются И с Лего они тоже хорошо соединяются Поэтому я думаю, что если какие-то явные проблемы возникнут Я после сборки про них расскажу А так, качество очень приятное И если бы не отличие в цвете Мне кажется, довольно трудно было бы вообще отличить это от Лего И, кстати говоря, по поводу синего цвета Есть всего два вида синей детали Это пины 3L, которые, я сказал, темнее Лего А вот пины, которые с одной стороны пина с другой пистовые Они, я бы сказал, вообще такие же Они не такого же цвета, как вот эти длинные пины Они цвета практически как Лего не отличить Покрышки на колеса я одел без дополнительных инструментов Вполне себе нормально они одеваются На них тут тоже написано размер 68,8х36 Здесь много деталей похожих на Лего Но немножко другие Свои сделаны формы Крупным планом фотографии показываю Ну и, пожалуй, сейчас я перейду к сборке А после сборки уже расскажу, что понравилось, что не понравилось Большинство деталей даже в каких-то мелочах Но отличаются от Лего И, я думаю, не возникнет проблемы отделить Лего от Xiaomi Итак, небольшую шпаргалочку я подсмотрю Подсмотрю по поводу сборки У меня тут осталось довольно много разнообразных деталей странных Может быть, они будут нужны для других моделей Может быть, это какие-то особенности упаковки В то же время два пина на три четверти я не досчитался Ну, если бы я одного не досчитался Я бы, может, еще поверил, что я случайно выкинул Там из пакета не вытряхнул Но два, это странно Ну, наверное, их можно заменить из оставшегося Ну, я, естественно, взял из Лего и не запарился Сборка, в общем, была приятная И каких-то больших проблем с соединением деталей не было Единичные случаи были Там где-то чуть-чуть туговато Где-то, наоборот, люфт был Но это, скорее, какие-то исключения, которые не портят впечатление Что, действительно, мне не очень понравилось Это довольно сильный запах Который после открывания пакетов исходит от деталей Вот сейчас, спустя несколько дней, я записываю вот этот второй свой дубль Или уже не второй Ну, не важно Сейчас уже запах гораздо меньше, но еще чувствуется Ну, я думаю, что со временем он совсем выветрится Я вот не помню, что там было с запахом в лепени Сейчас вот он уже у меня год практически стоит на полке Сейчас он вообще не пахнет Но, в общем, пластмасса довольно качественная Я не думаю, что она будет пахнуть Мне кажется, что выветрится и все будет в порядке Надо, конечно, сказать пару слов про инструкцию Она не так очевидна, как современная инструкция LEGO Кое-где требует раскинуть мозги Опечаток парочку я там тоже увидел Провода внутрь пластмассы заходят Ну, как-то странно там были нарисованы В общем, тоже они немножко недостарались Ну и, конечно, общая логика сборки отличается от инструкции LEGO По-другому сделана работа с подмоделями Ну, трудно это долго объяснять словами В принципе, ошибок практически нет Ну, не практически, ошибок нет Тут была опечатка с проводами, как я сказал А так, ну, просто она другая У нее другая логика Но при этом она как бы без ошибок И это радует, конечно Ну вот, модель собрана Вообще он управляется со смартфоном Должен управляться Ну, есть здесь и зашитая программа Которая просто его балансирует То есть он как Segway должен поддерживать свое равновесие Я его уже пару раз включал Он себя немножко по-разному вел, сразу скажу При разных включениях Один раз он у меня старался балансировать на месте Один раз как-то больше ехал вперед Вот сегодня он как-то норовит упасть назад Сейчас посмотрим, как он будет вести себя Когда я буду включать на камеру С приложением какая-то у них ерунда, сразу скажу Пытался искать, как тут написано Здесь же есть инструкция, мы же помним Тут написано Search for me, Robot Builder In your Profit App Market Бла-бла-бла По этому поиску выдается миллион каких-то приложений Со словом робот Но вот этого среди них Ну, по крайней мере, среди, наверное, сотни тех, что я пролистал Не было Потом я пошел вторым путем Сосканировал QR-код И приложение нашлось Но было написано в вашей стране Оно недоступно В общем, в итоге Я так и не поигрался с этим приложением Вообще, там есть в том числе и такая вещь, как калибровка И, возможно, она бы решила те проблемы, о которых я сейчас сказал Что он там куда-то уезжает Ведет себя нестабильно Там это есть Но проверить у меня нет возможности Хотя на YouTube есть ролики У них все клево работает Они им управляют Он ездит, поворачивает Ну, не повезло мне, видимо Давайте попробую включить Он сейчас стоит на подставке Включается он здесь спереди Кабин уже сломал Может быть, у меня уже, да Тут что-то отлавается Потому что он пережил несколько падений Давай, wake up Ну, вот он опять начинает раскачиваться, видимо Ну Можно его толкнуть Эй, чувак Чувак Ну-ка Ну-ка Идет сюда Идет сюда Ну, вот он Назад упал Ну, вот сейчас он идет Себе более стабильно Немного посиховано Оп Ну, в общем Я думаю, что после калибровки Это будет хорошо работать На самом деле, действительно Сейчас на работе тоже Используем разные датчики Всякие гироскопы, акселерометры Все это требует, действительно, калибровки Поэтому неудивительно Что он может немного глючить Спи Так, попробуем еще один дуголь Кстати, когда крутятся колеса Они еще через цепи Через карданную передачу Связаны с вот этими пулеметами Они крутятся Ну, и надо сказать Что при падениях пулеметы В первую очередь И отваливаются Так, что тут я Ну, давай Сегодня его как-то назад тянет Ну, давай вперед Вперед Оп Бабах Давай Соберись Соберись, тряпка Да, его сегодня Раскачивает Пойду кофе пить, походу Не падает пока Прошло два часа А, на коробке написано, что работает 10 Ладно, шутка Ладно, шутка Ну, в общем, работает Вырубайся Давай, come on Забавная штука Возможностей довольно много На самом деле Мне кажется Прикольный Большой потенциал У этого всего Дела Платформа Имеет два входа Для датчиков Там отдельно Можно докупить датчики Цвета И два выхода Для моторов Конечно, маловато Для каких-то сложных вещей Но для Начала Для освоения Каких-то роботов Это прикольно Мне кажется Что Если Компания Xiaomi Решит Что-то перспективное Для нее направление То, может быть Мы много чего интересного Получим тут Я, естественно Сразу подумал Что можно Что-нибудь такое Внедрить в мою лесопилку Чтобы она самая уравнивалась По-моему В MyStorm Тоже есть же такие уже датчики Но все равно Когда есть варианты Это всегда прикольно Можно выбрать У кого-то что-то лучше У кого-то что-то хуже У кого-то дешевле Дороже Я бы не сказал Что он дешевый Я погуглил Там на Алиэкспрессе По-моему Стоит порядка 7-8 тысяч При том, что здесь Два мотора Блок с контроллером Датчиков нет Да, то есть Электроники В принципе Не много Ну, не буду пересчитывать Там дороже На моей стоимости Или столько же стоит В общем В любом случае Он Как минимум Гораздо дешевле За счет того Что в нем Просто меньше компонент Но Играть с ним прикольно Если вы Сможете Поставить приложение Конечно На свой смартфон Что мне еще Очень понравилось Вот в ролике на ютубе Я посмотрел Можно нарисовать На смартфоне Маршрут Прямо пальцем И он по нему поедет Это выглядит прикольно Вот Такие дела Ну и конечно Еще раз хочу Вернуться к деталям Детали Хорошо все соединяются С лего По цветам Только проблема Да Белый цвет Отличается Красный Я вообще Не считал бы его За красный Это скорее Такой оттенок Оранжевый И он скорее Как отдельный Вообще цвет Мне кажется Может считаться Если будет куча деталей Такого цвета Можно довольно Красивые модели Строить Потому что Он не смотрится Так Как ярко-красный Он смотрится Мне кажется даже приятнее Синих деталей Здесь практически нет Это только пины И в общем Там разница в цвете Но она наверное Не будет видна На какой-то собранной модели Потому что пины Обычно видны Только с торца И не будет наверное Заметно Серый цвет Примерно такой же Как в современном Лего Light Blueish Grey Ну вообще Что говорить В лего тоже Там цвета Нормально так меняются И могут быть Оттенки серого Оттенки желтого Я это неоднократно Наблюдал И мне честно говоря Это очень раздражало Ну и периодически Продолжает раздражать Что говорить Вообще Этот конструктор Не новый Я посмотрел Он вышел Чуть ли не год назад Я только Вот недавно Случайно На него наткнулся И честно говоря Мне он понравился Не уверен Что я буду им играть Конечно Но вообще Поиграть им прикольно Опять же повторюсь Если у вас Нормальный Правильный смартфон Ну все До встречи Субтитры сделал DimaTorzok